Генетик Клаб любит спортсменов и все делают для них. Единогласия в необходимой дозировке тех же иных аминокислот у производителей нет. Ну нормально. Чуть-чуть, конечно, есть такой вот привкус. Весь импорт стоит почти в три раза дороже. Залпом махнуть, да, типа окей, 100 грамм, как водку, бля, занюхал, потом подмышкой и пошел. Они опять скажут, дорого. Купят какое-нибудь дерьмо, блевоченое, морду свою сует в листочек. Да он даже не разберется, сколько цифр. Ну, в целом, это немножечко дороже, чем БЦ. Я думаю, компания Генетик сделает лучше, чем вот это вот все подобие на рынке. Ребята, ребята. Привет, Ром, заходи. Сейчас еще так много. Сейчас дорожки рассыплю. А это тогда я зайду с удовольствием. Новая позиция, Роман, которую мы должны будем продавать не только самостоятельно, но и нашим клиентам. Если им это будет надо. Потому что Генетик Клаб любит спортсменов и все делают для них. А не все наши заказчики любят спортсменов. Но все делают для других людей. Мамочек, бабушек, дедушек и вообще своих родных. Чтобы они пили витаминки полезные. А мы все, как эти, безумные качки. Мы еще пьем непонятные порошки. Со вкусом экзотик, как написано у Дмитрия на этикетке. Сейчас там модно и популярно. Все наши ребята, подписчики, многие, включая Романа Батиковича, требовали ЕАА год назад. Да заебал. Так вот. Стыдно? Не стыдно. Во-первых, не год. Год. Два. Да увольнут тебя в таком случае. В прошлом году вы видите записывать. В прошлом году, конечно, год прошел. Может это было в 9 месяцев. А что вырезать? Вырезать их всех и вновь привезу. Соответственно, действительно очень сложно было сделать вкус. Я спросил на ту неделю, ребята, я попробую готово. Готово. Такое дерьмо даже не понесем. Дима сказал, что он лично заказывал разные ЕА разных компаний. Слал, что на вкус было все у всех дерьмо. От иностранных до российских производителей. А кто хуже был, импортные или российские? Мутант был самый противный. Мутант говорит самый противный. Ну, там-то они такие противные такие. То есть наши даже получше, да, делают, чем мы противно. Наши молодцы. Я что, я говорил, что россия? Наши просто поменьше добавляют концентрацию аминокислот, чтобы не такие противные были. Побольше ароматики какой-то, блядь. Ты делал сравнение по этому поводу? Да. Давайте начнем с базы. Сейчас еще с базы. Это срез получается по рецептурам, которые присутствуют на рынке. В данном случае мы взяли за срез анализ маркетплейса, так как там, известного фиолетового, так как там представлены, в принципе, большинство брендов. Это, соответственно, разбор полностью по дозировкам, плюс справа вынесенные нормами методических рекомендаций санпино-технических регламентов. Мы сегодня будем пробовать несколько вариантов. Ну, что мы вам скажем, единогласие в необходимой дозировке тех же иных аминокислот у производителей нет. То есть, как бы, тут нет такой, знаете, типа, научно-выверенная формула, чтобы тут у всех было одинаково, типа, вот лучшая формула ЕАА. Кто на что гораздо. Вообще, то есть, возможно, чем-то, конечно, обосновано. Возможно. Ну, кстати, тоже не факт. Кстати, вы тоже в моем канале писали свои мысли по поводу того, что нужно туда добавить. Возможно, кто-нибудь даже это прочитает. Ну, кроме меня, имею в виду, я прочитал. Я про этих новых создателей. Вот. Даже если некоторые аминокислоты кто-то добавляет, кто-то не добавляет. Даже экстракт шитаки. Зачем там сушеные грибы? Вопрос. А, и кордицепс еще. Очень интересно. Такой-то сейчас один бренд смотришь? Нет, тут вы... Вот, смотри, таблина, посмотри, держи. Там много цифр. Я просто не знаю, поймет ли он что-то, мне кажется, нам. Ну, почему? Ты снимай его лицо. Блядь, ну тут, во-первых, мелко, блядь, сначала надо разглядеть. Ты пальцы не делал, да? Не работает, блядь. Можно сделать вывод, что весь импорт стоит почти в три раза дороже, чем все представленные на рынке российские биренды. Но у всего импорта количество порций просто больше. Вес банки, вес упаковки, судя по всему. Но, ввиду беднейшего населения, стремятся много производители к снижению объема и веса в упаковке. Как почти все молоко теперь 900 мл, а гречка 450 грамм, а не 500. Было очень умное слово, которое я прочитал в интернете, как это называется, но я его забыл. Простите. У нас разработано три состава. Мы позже определимся с тем, с чем мы начнем выпускать. Значит, первый вариант это просто ЕА, абсолютно, ну обычно вкусовые ЕА, без дополнительных аминокислот, ноотропов и вспомогательных ингредиентов. Его сделать вкусным сложнее всего, если только не делать, допустим, космическую порцию с маленьким содержанием аминокислот, чтобы хоть как-то перебить этот вкус. А вот со вторым и с третьим вариантом мы как раз-таки решили оттолкнуться. Значит, второй вариант, он более расширенный для спортивной аудитории, будет заключаться в том, что там добавлен дополнительно цитрулин, аргинин и некое, ну то есть, аминокислоты, влияющие на капиллярное кровенаполнение. Плюс электролиты чуть-чуть. А третий вариант, он будет с модной кокосовой водой, еще с расширенным списком электролитов. И с ноотропами. Так как есть ряд брендов, которые вот как раз-таки добавляют всякие шитаки, лимонник, радиолу и так далее. У тебя есть лимонник порошковый? Ты реализируешь? Да. Лимонник порошковый, можно мне лимонник порошковый отдельно добыть? Пожалуйста. Сейчас, две дорожки. Нет, потому что, ребята, лимонник один из самых сильных дотагентов, и все, что я встречал, это спиртовой раствор, что только Роману подходит спиртовой раствор лимонника, а я столкнул, стараюсь, а меньше пугать, чем он? Ну, когда в вискарь добавляешь, вообще, от обычного лимона не отличишь. Лимонник с лимоном не связан, ребят. Там подумают 90% так, как я. Поэтому связан. И, кстати, в сигаретах нету никотиновой кислоты. Вот, никотиновая кислота и никотин, разные вещи. Слушай, простите, будет день просвещения. Я, нет, я так не думал. Он просто курил, думал, бля, никотиновая кислота. А что, если в аптеке просто взять таблетки никотиновой кислоты, да, и пить их? То же самое будет эффект? Нет, не то же самое, я попробовал. Вернемся к нашим трупам. Давай, наливай, страдай. Три вкуса, три вкуса. Начнем с самого мерзкого по личному рейтингу. Стром, что ли? И с меня, и со вкуса, да? Это ЕА, фруктовый пунш, значит, там... Глянь, ну ладно. Наливай, наливай. С самым высоким содержанием ЕА на порцию на рынке. То есть это будет основное конкурентное преимущество в том, что на одну порцию человек получает... Они опять не оценят. Они опять не оценят. Почему не оценят? Они опять скажут, дорого. Купят какое-нибудь дерьмо, блевочину, типа там, какие-нибудь протеина. А то скажут, вы тут переплачивать хотите, а пацаны нормальные там на Урале делают для нас. Говно сыпят и все дешево зато. А вы дорого продаете, настоящее. Мне будет интересно сравнить, потому что я, допустим, БЦА со вкусом фруктовый пунш, хоть Руслана говорит, что это самые такие попсовые и популярные типа БЦАшки. Ну то есть они продаются, хотя для меня фаворит это вишня, а не фруктовый пунш. Давай стакан. Мне интересно, ты все, все будешь пробовать? Я себе взял стакан, а я думал, ты дальше типа передавайся. Да ладно, ладно, на тебе, давайте. Попробую даже завтра. Попробую только. Попробую только завтра. Нет, 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 нет. Пусть сбаковать. Можно всех одновременно снимать? Потому что все это снимают. По запаху. Вот блин, ароматика, точь-в-точь, обычно пацаны. Еп. Ты попробовал, может? Учитывая, что я долго три года ничего не чувствовал, так конечно. Лучше когда что-то не чувствовал. Да нет, давайте так, честно. Короче, как бы ца горькие, будто бы, а тут лимонка, сахарозаменитель. Тут смешали лимонную и чуть-чуть яблочные кислоты, но соотношение, ну то есть точнее закладка подсластителя увеличена в разы относительно. Да. А, да. Вот. Какой? Точно есть. Это не тот напиток, который вы разведете в шейкер, как бы ца, и будете во время тренировки пить. А если бы ца добавлять, нормально будет ца? Я не поможем. Слоган яйца будем выпить. Да. Но с точки зрения, допустим, вот как спортсмена, да, и понимания пользы этого напитка, ну то есть, что это аминокислоты, просто вот нет, развести вот так вот и выпить залпом, грубо говоря, ну нормально. Чуть-чуть, конечно, есть такой вот привкус. Но мерзковатый, да. Я пробовал два импортных бренда, я забыл название, это не так суть важно. Скажу, что они были более мерзкие на вкус. Вот тут просто, знаете, горчит, выпил, прошло быстро. Легкий налет ароматики. Ну там точно, ну... Вот я пробовал два, они были более мерзкие. Еще кровяным занимался, это был такой, типа, околопремиальный импорт, то что он таскал, такой подпольно-андеграундный, дорогой, сильно дорогой. Там банка, короче, стоила этих ЕАА. 300-граммовая, по тем деньгам, года, наверное, два назад, типа, 2 500 примерно. Ясно. То есть, прям дофига. Там что-то такая, ну, красивая баночка, какой-то известный бренд, сейчас что-нибудь не найду. Вот. Мы тогда еще попробовали, было дерьмо на вкус, тоже пытались смешать. Тоже. Получилось дерьмо на вкус. Если в моменте, да, грубо говоря, есть же, во-первых, еще вкусовые пассажки, есть какой-нибудь или карнитин и так далее, тоже вкусовой. Если в скупе это смешать, вот эта кислинка и все остальное размешается, и в целом будет норм. Так что буду делать. Второй вкус. Да, погнали. Это аналогичный состав с измененной пропорцией аминокислот относительно первого. А не первого, я думаю, что это не было на первом. А потому что он вам не понравился, я знаю. Саша, оставь. Вам вот это зайдет? Бля, это можно пить. Да. А почему все не сделали с одним вкусом, чтобы можно было сравнить? Ну, мы сейчас оттолкнемся, а потом мы еще добавим. Ну, опять же, может быть, у меня и так сладости чуть не хватает. Ну, вообще, в целом, это вкусно. Тут же можно, типа, пропорцию, ну, порцию больше сделать. А, и горечь вырастет на адекватную порцию. Ну, то есть, будет расти x2 и то, и то. Прямо пропорционально дозировке и концентрации жидкости. Вот ты, смотри, ты сейчас размешал порцию, да? На 250? Да. На 250 миллилитров воды. Ну, две порции на пол-литра. Не даже вкусно. Не даже вкусно, а прям вкусно. Ну, типа, нормальный. Алгоритм отработки вкусов я предлагаю сделать следующим образом. То есть, мы сейчас базово выберем пропорции аминокислот на них, да? Мы определились, что нам нравится, как отправная точка. И потом на это мы навертим еще с кокосовой водой, с адаптогенами и со всем остальным. Дорого стоит вот так кокосовая? Нет. Нормально. Да. Тогда, говорит, недорого, говорит, что кокосовая вода можно использовать. Смотри, изменивая соотношение аминокислотного состава в сторону не более мерзких получилось? Да. А насколько эффективность, к примеру, этого напитка проигрывает или выигрывает с точки зрения более выгодного состава? Это более выгодный состав или менее выгодный состав? С точки зрения экономики он будет чуть менее выгоден, но зато мы выиграем во вкусе. Во вкусе. А с точки зрения эффективности как самого продукта идея? С точки зрения эффективности продукта, на самом деле, то, что мы изучали и сталкивались, то, что пишут на подмедиа, на bodybuilding.com, они считают совокупное потребление вот этих вот essential amino acid комплекс в целом. То есть они не выделяют отдельно какую-то аминокислоту. Понятно. То есть соотношение, грубо говоря, может гулять и эффективность не потеряет? Типа ты в целом принимаешь какое-то количество грамм, это показывает какие-то определенные результаты. Ну вот это то, что с нашим уровнем английского и с нашим уровнем поисковых запросов удалось найти. То есть ты должен был сказать, что ты изучил 300-500 миллионов статей на подмеде. Так же было? Ну, около того. Примерно говорит, да. Ну, 700. Слово. Было в статьях. Всего. Нет, прям вот эти апельсиновые. Так, это ты подожди, ты его еще пробуешь по зарезе предыдущего? Ты им горечь пытаешься перевезти? Ну, нет. У меня горькое предыдущего до сих пор. Мне горечь, ну то есть мне горечи в предыдущем не было. Была какой-то такой привкус морзковатый. Но чтобы прям горькие были. Ну, типа нет. Вкусный вкус. Пахнет яблоком. Вкусный вкус. И холодненькие еще, кстати, они. Тут вообще как бы это сейчас вас прикроет нормально. Тут вкусно. Да. Тут что изменилось? Здесь есть аминокислоты? Все есть. Алик тоже изменилось соотношение? Они по аминокислотам идентичны. Здесь меняются. Да. Здесь меняется закладка лимонной кислоты, регуляторов кислотности, ароматики кислотности. То есть. То есть. Закладка сейчас хикается. Подожди. Еще подожди. Бля. Сейчас мне напишут. Замени на концентрат. Напишут, что закладка. Посмеются. Посмеялись. Продолжай. Вот. Если по вкусу, по, блин, давай так, по оригиналептическим характеристикам, вот этот напиток устраивает за отправную точку, то вот та себестоимость, которую держишь в руках, ее можно расценивать как. А что ты не подзыривать и начинает сразу. Он морду свою сует в листочек. Да он даже не разберется. Тут только цифру, чем поймешь, что тебе стоит. Ну там она по-любому как-то выделенная. И написано большими буквами ИТОГО. Нет, тут нет слова ИТОГО. То есть. Мы от этого толкнемся. На это мы. Привет. Не хочет. Навернем. 5 минут. Навернем еще больше адаптогенов электролитных кокосовой воды. Лимонник прям работает. И сделаем на базе этого простую без цитрулина, без аргинина. И еще раз соберемся. Сделаем контрольную дегустацию. На каждый образец сделаем. Ну там три стандартных вкуса. Там яблоко, апельсин, фруктовый пунш. Мне кажется. Вот первый вариант, который был состав аминокислотный. Я фруктовый пунш. Да. В принципе можно ничего больше не делать. Ну типа его просто минусануть. И все. Потому что с точки зрения потребления спортсмена, но это напиток в любом случае. И его будут пить либо во время кардио, либо во время силовой тренировки. Вот. То есть как я это заменитель БЦА будет. В любом случае кто-то этот продукт будет заменять БЦАшки. И вот что фруктовый пунш. Вот то что мы пробовали первое. Его невозможно просто сидеть и пить. Залпом махнуть. Да. Типа окей. Сто грамм как водка. Занюхал потом подмышкой и пошел. Но с точки зрения вот просто пить напиток во время тренировки, во время кардио. Ну типа нет. Поэтому ту рецептуру. Но это по моему вкусу. Может быть у вас другое мнение. На счет. А вот. Сейчас все таки так на самом деле первый вообще был. Ну да. Терпимо. 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 Нет. Оно терпимо нам. Понимаешь. Потому что мы спортсмены и понимаем ну что там. Что там содержится. Он так громко в кабинете. Что мы спортсмены. Чтобы блять всех просто деморализовать. Блин. Просто ты сам говорил что блять делать спортивное питание и бренд спортивного питания для спортсменов это мало маржинально. Это бесполезно. Да. И поэтому. Блин. Какая. Есть сейчас прикидка рыночной цены банки. Сколько на рынке будет выходить. Да. Рублей сколько? Тысяча. Ну около того. Тысяча двести грамм. 15 порций. Давай так считаем. Что у всех порции гуляют. Ну в среднем там от 200 до 225 грамм. А сколько грамм? 15. А 15? Да. Хорошо. Да. Примерно косарь за 15 порций. Ну в целом это немножечко дороже чем быца. Но с точки зрения наконец-то по крайней мере про быца гуляют у нас какие постоянно стуки что быца это маркетинговая херня. Она не работает. Не надо ничего пить. Это шляпа. Это неправда. Но доказывает тут бесполезно. Но тут. Там вырежут просто. Да. Нелегко. Другие вырежут. Вот. Здесь уже такой продукт. Ну про который так наверное не смогу сказать. потому что топовые спортсмены все засыпают я и все начинают говорить. Об этом. Я думаю компания генетик сделает лучше чем вот это вот все подобие на рынке. Все. Всем спасибо. Ждите выпуска ЯАА. Купите сто пятьсот банок. Тогда мы отдадим Роме паспорт. За гран. Все. Всем спасибо. Всех обняли. Генетиклаб любит вас. Заботится о вас. Работает для вас. Сейчас скажут мы видим как вы работаете для нас. Где-то за этого. Вытащи еще. Видим как мы работаем для вас. Смотри у меня даже стеклышко. Видишь я не поменял защитное. Видишь вот экономия. Все. Выключает пистолет. А фотка будет на банке? Да на дне. На дне. Да конечно бля. На дне да. И кто сможет допить эти ярышки. Увидите там мою фотку бля. Будет ровно мотивация допить. Ну такая бля. Не мне вот и апельсины. Короче вторая и третья лучше всех. ЯАА. Которых я пробовал в других компаниях. Вот. Они гораздо лучше. Странно если б ты по другому сейчас сказал. Ну честно странно было бы что это хуйня. Нет не странно. Скажите когда бывает ругаетесь что невкусно. Бывает по разному да. Ну в большинстве. Последний продукт на твоей памяти. Про который ты ругался что очень невкусно. Ну из новинок. Из новинок. Да ну ничего такого вкусового не выпускали. Я ругался на изовей который мы делали долгий. Он получался безвкусный пустой. Пустой и густой. А должен был быть жидкий и вкусный. А был пустой и густой. Вот. Когда был изолятор. И кстати порт партия была. Банк когда был изолятор. Он был прям как водичка. Он и должен был. Это был самый огненный изолятор. Он и должен был быть как водичка. Он должен был такой и оставаться. А потом я сейчас блять. Он куща сыворотки изолятор. Ну кто то добавил на загуститель. Хуй его маму знает кто. И меня наводит на вопрос. И других ребят наводит на вопрос. Потому что все привыкли пить жидкий изолятор. Он и должен быть жидкий. Он и вот новая рецептура. Она опять жидкая. Дима кивает. А да? Огонь. Да просто загуститель добавили зачем-то. Один долбоеб сказал. Не я. То есть не присутствует больше. Ну что типа изолятор лучше когда он в гуще? Да кому то нравятся густые билки. Так мульти компонентные. Пусть пьют и все. А лучше казеин блять. Там ложка стоит вообще. Хоть что то в рамке стоит. На самом деле. Ложка в казеине блять. В сети гуляют. РБК. Делают типа анализ рынка бадов. Спортивного питания. Вот ну что то такое. Стоит каких то невменяемых денег. Ну в общем кто то эту pdf скачал. Купил и слил в сеть. Да и там соответственно ходят. Ну типа там есть а-ля какое то маркетинговое исследование. По поводу белковых коктейлями. Там они говорят о том что у потребителя у конечного. Это вызывает высокую лояльность. Ну типа когда гуще продукт. Им кажется что если он густой то он концентрированный. Там на одну там на один миллилитр продукта. Больше типа белка вот он такой. Ну то есть они не понимают что можно по сути там сухого молока насыпать и загустить. И они будут думать что это типа вот. Вот но там есть типа вот эти маркетинговые точки. С точки зрения цветов. С точки зрения густоты. Да вот такие вещи. Некоторые потачки ушли из России. Раз. Сильно выросла себестоимость упаковочек питеранов. Два. Будет слишком дорого для клеток. Это не всех спонсируют как тебя. Некоторые питание покупают. Я блять могу покупать питание. То насколько я набираю там в прошлом месяце. Я вообще не стал посылку себе заказывать. Потому что у меня вот дома объективно все есть. Я думаю я не буду в этом месяце заказывать себе посылку. Я не заказывал ее. Ну молодец например. Ну вот. Вот. Короче сейчас все вернется. Все выпускается. Воды пополнены. Все будет хорошо. Но гейнер на сложных углеводах был топ. Он был не сладкий. Он был хуен. И есть как бы топ. Лучше состава нету в мире. Я вот пью обычный гейнер сейчас. Не приходится пить. Ну и пей. И добавь туда овсянки. Я так и делаю. Я добавляю туда овсянки. Ну и все. Овсянки лицами. Еще мне интересно поменялись МСТ. Раньше. МСТ теперь да. МСТ теперь не такие вкусные как раньше. Потому что предыдущий производитель покинул нашу замечательную родину. Сказав что не любит нашу страну больше. За полгода МСТ перебрали наверное на видов 6. Это и то хоть что-то нормальное получилось. Потому что у меня Юля. Ну у меня как-то в моменте я заказываю-заказываю. То есть МСТ в каждую посылку кладу. И получается у меня там еще старых запасов были. И Юля пьет кофе с МСТ. Вот. И она такая открывает банку. Это что говорит? Я говорю ну МСТ. Она говорит ну ладно. Добавил в кофе. Она говорит ну теперь сливки надо будет покупать в кофе опять. Ну да. По спецификации по качеству все хорошо. Органолектика то бишь вкус у МСТ новых стали хуже чем было раньше. Но у аналогов все еще печальнее. Потому что мы что можем лучше найти и предоставить рынку то мы делаем. Может быть какими-то обходными путями к нам смогут вернуться предыдущий поставщик. Чтобы это произошло нужно выбирать все добавочки от генетика. Там у нас будут деньги на закупочки. Потому что если мы могли прийти контейнер нам бы его точно кто-нибудь продал. Потому что знаете как в песенке. нас могут европейцы не любить. Но за деньги. Вообще просто. Не любить за деньги. Да они татуху набьют это орла имперского на груди за бабки. Так. А ты что пришел? Нет. Ну мне же постоянно под этим пишут к тебе вопросы. Под выпуском. А тебе пишут вопросы ко мне? Да. Спасибо. Потому что я не отвечаю на комментариях. Нет. Когда вот типа появится вот это прям вопрос под выпуском YouTube. По поводу гейнера спрашивают. Сейчас пойду намешаю. Все уже. А есть? Дашь? Насыпи. Вот. Есть еще вопрос относительно сублимированного мяса. Вон стоит. Иди попробуй. Нет. На самом деле несколько образов очень даже вкусных. Нет. Идейку туда играешь. Чтобы мы больше это вопрос не задумывали. Какую? Которую вот последнюю. Красная жижисть? Да. Говядина там была. Говядина. Она не вкусная. Вот это все можно попробовать. Да. Хочешь? Вот. Ребята. Следующий выпуск на канале у Романа. Как он пробует сублимированную говядину и курятину. Вот там два мешка. Иди на кухню. Дайте ему кипяток. Это будет что-то в баночках от компании Генетика? Да. Будет потом в баночках. Если Рома одобрит. Иди сюда. Сожри его. Там и соль, ложки кипятка. Ладно. Выключай. А то у него сейчас пука нарвать начнем. Всем привет ребята. Спасибо за просмотр. Пальцы вверх. Комментарии вниз. Роме напишите что он говняшка на его канале. Я почему его на производство не позовет.